Я вас категорически приветствую. И я. Алексей. Привет. Привет. Салют. Опять богато. По маленькой. Да. Со свиданецом. Со свиданецом. Категорически всем. Не тридцать третий, конечно, но тоже неплохо. Ну, тридцать второй, да. По цвету то самое. Не отличимых. Пробирает хорошо. Ну, что? Мы поговорим о тяжелом роке гитарном в лице группы Deep Apple. Или Deep Purple. Как хотим. Вот. Значит, за кадром мы тут обсуждали... Следующую проблему, что раньше-то этого не было ничего. Ни купить нигде. А сейчас полно. Я... Всего. И можно все это... Я даже названий таких не знаю. Что такое выходило. Just Like the Rabbits. Да. Ну, это как бы с одной стороны бутлаги, а с другой стороны уже и не бутлаги. Потому, что довольно большие тиражи. 69-70-й год. Два концерта. Замечательные. Группы. Позвольте взглянуть. Pointed Black здесь играют они с большим удовольствием. Они, кстати, на массе концертов играли эту замечательную песню The Rolling Stones. Pointed Black. Очень любили ее, видимо. И любят, наверное, до сих пор. Очень хорошо ее исполняют. Она прекрасна. Да. Кто не знает, покрась это черным. Ну, пластинок очень много у Deep Apple. Я могу назвать следующие цифры, если кто не изучает специальную дискографию в интернете. У меня есть очень хороший товарищ, большой любитель группы Deep Apple. Я периодически покупаю пластинки у него. И он у меня спрашивает, а сколько ты набрал уже? Я говорю, ну штук 30, наверное, у меня есть. А у тебя? У меня 238. Это не все. Это еще не все. 238. Обалдеть. Альбомов. Но это граждане бегали по концертам. Да. Граждане бегали по концертам. А сейчас происходит следующее. Сейчас идет охота за вот такими записями с концертов. И в интернете... Не буду говорить на каких сайтах. На разных сайтах. Да. На разных сайтах специальных, которые, кстати, предназначены для торговли музыкальной продукцией. Нет. Нет. Вспылает объявление. Продаю кассету с записью концерта Deep Apple 73 года где-то там. Чик. Раз. Кассеты нет. Через два месяца появляется пластинка. Вот такая. Люди спецом просто ищут вот эти вот редкие штуки в интернете. Абсолютно такие какие-то левые. Кто-то записал где-то на что-то. Раз. И печатают винил. Сразу выходит винил. И к этому относятся уже достаточно спокойно люди. Уже нет такой охоты с полицией. Там Интерпол объявили в розыск. Кто там украл наши права. Уже так все выходит. У меня таких пластинок полно на самом деле. Вот это тоже из... Ну, это не из этого разряда. Это такие более-менее официальные уже вещи. Я замечу, что тут... Обратите внимание. Казино де Монтре. Октобер 69 года. Казино де Монтре. Да. Который смог. Знакомое им заведение было. Просто так пошли. Ну, так шлялись по казино. А где играть рок-группам? Рок-группам играть в казино, в барах, в клубах. Потому, что рок-музыка это музыка клубов. Это не стадионная история. Стадионная история это чистый бизнес. Уже чистый бизнес. И концерты на стадионах это не совсем рок. В общем, это шоу большое для зарабатывания денег. И не более того. Сначала это было интересно. Сначала было здорово. Мы из клубов вышли на стадион. Это вообще прорыв. А на самом деле это... Даже чисто со стороны звука. Как-то раз. Первый раз, когда к нам приехал Рамштайн, я поскакал смотреть, по-моему, в Ледовой. Не помню. Ну, и там... Я не сказать, что с торца сидел. Но далеко достаточно от сцены. Там как пыхнет... Они же это... Огнем. А что в морду тебе жаром думают. Что же там на сцене творится. Второй раз пошел на стадион. На стадионе дул ветер. И он просто звук сдувает. Там что-то долетает, а что-то не долетает. Какая-то какофония непонятная. Мне категорически не понравилось. Все эти на открытом воздухе я не смотрю. Меня не трогают. Меня забуждают. Все уже привыкли. Раз рок-группа, значит стадион. Если группа стадион не собирает, то это и не рок-группа. Это как бы... Ну, да. Люди ко всему привыкают. Ничего страшного. Мой любимый стадионный концерт. Это концерт группы Sex Pistols. Который происходил у нас во дворце спорта юбилейный. Они к нам приезжали? Да. У них был мировой тур. Это было лет... Не помню. Лет 12 назад, наверное. Это было завершение тура. Они приехали, играли в юбилейном. И вот это был стадионный концерт реальный. Они прокачали юбилейный так, как мало кто. Мало кому это удавалось. Они вломили такого просто рок-н-ролла. Они очень хорошо играют в Sex Pistols. Удивительно. Очень хорошо. Видимо, как только Сид Вишес уволился. Да. Сид Вишес вообще не умел играть ни на чем. Он просто стоял. Он был просто парень такой. Просто парень на сцене. Но мы про Sex Pistols отдельно поговорим потом. Вот. Значит, вот эти концерты... Вот концертник хороший. Это потом. Это мы отложим на потом. Скандинавия Найтс я очень рекомендую. Это название знаю. Очень рекомендую. 70-й год. Концерт в Стокгольме. Пластинка. Имеет то ли пять, то ли шесть переизданий. Причем переиздание не то, что... Она вышла, а потом ее допечатывают. Переиздание разными лейблами в разных странах. С покупкой прав. С переменной трек-листа. То есть, порядок песен меняется. Добавляются новые. Убираются какие-то отсюда. В общем, несколько... И для фанатов надо купить все, конечно. Все эти переиздания. Потому, что они все разные. Они чуть-чуть чем-то отличаются. Но здесь кайф в том, что две песни. Ring the Neck и Мандрей Крут. Вот Ring the Neck 32 минуты длиться произведение. Мандрей Крут 29, будем считать. Парни себя не сдерживали вообще. То есть, на целую сторону... 32 минуты песни Ring the Neck. Сыграли все, что умеют. Показали себя. Все, что могли, да. 70-й год. 70-й... Нет. 70-й, да? Да-да. У всех хиты, да. И мне этот альбом... Нравится. Нравится. Я такой... Ренегат, оригинал. Она мне нравится даже больше, чем вот эта знаменитая история под названием Made in Japan. С которой... А вот скажи... Началось знакомство у половины, по крайней мере, миломанов. А вот скажи, за что его так все сильно хвалят? Что это, типа, уж он такой концертный, такой концертный, что до того ничего подобного не было. И потом ничего подобного не было. Я думаю, что его так сильно хвалят из-за того, что люди, которые слушают эту группу, они в основном возрастные все-таки. И когда они начинали слушать эту группу пластинок, это было, как мы и говорили, было мало уже. И вот эта пластинка появилась, и на фоне всего остального, что тогда было, включая там концертные альбомы, даже там замечательный альбом Slate Alive, например, который просто сносит голову. Это, конечно, это было открытие. Потому, что это грандиозное полотно, двойник, с замечательными песнями, отлично сыгран, хорошо записан. И он выделялся из общей массы. Он входит в какие-то списки журнала Rolling Stone. Что-то там 200 лучших концертных альбомов всех временных народов. Он там фигурирует где-то на каких-то первых местах. Хотя сейчас концертных альбомов прекрасных уже пруд пруди. Выбирать лучшие достаточно бессмысленно. Вот. Они... То есть, я так понимаю, что всех это... Я как... Гладучик, да. Я не музыкант. Что он, типа, натурально сыгранный. Что записано. То, что на самом деле играли. Не вставляли туда никакие там дополнительные партии. Потому, что все страшно ругаются. Что масса концертных дисков... Они на самом деле... Никакие не концертные. Все. Все. Кроме Бутлогов. Все. Сюда не вставляли ничего. Но его чистили. И сводили. И работали в студии над ним очень серьезно. И Дипепл не хотели выпускать вообще эту пластинку. Вообще не хотели... Они вообще не хотели выпускать концертные альбомы. Что удивительно. Потому, что на мой взгляд, и не только на мой, Дипепл это абсолютно концертная группа. То есть, на концертах они играют... Они играют совершенно по-другому. Как будто вообще другая группа. То есть, настолько свободно, настолько импровизационно, настолько много музыки сыграно всякой, что в студии как-то это все так... Песню, песню сыграли. Следующая пошла. А здесь... Развернулись. И понеслось. И 32 минуты. Да. И 32 минуты. Одна песня. Пожалуйста. А здесь... Они не хотели выпускать этот альбом после гастролей в Японии. Но японцы их уговорили. И изначально он вышел, собственно, только в Японии. И даже договор какой-то у них был такой, что нам это не надо. В Англии, в Америке мы это не продаем. Вот японцы... Хотите? Выпускайте. Дайте денег. Выпускайте. Слушайте. А потом как-то поперло. И альбом стал просто мега продаваемым. И с тех пор и пошло, и пошло, и пошло. Года три я просыпался под Highway Star. Женщина включала на метафоне именно вот эту. Красота. Он какой-то черненький. Это новое издание. Это новое издание. На секундочку. Оригинальный Made in Japan покороче. А вот этот Made in Japan, который вышел... Даже не помню, в каком году он вышел. В 98-м. Здесь есть песни, которых нет в оригинальном. Блэк Найт, Спид Кинг и Люсиль. Здесь добавлено еще. Целая сторона добавлена. А эти стороны ужаты. Ужаты не... То есть, не обрезаны песни. Просто... Ну, благодаря современным технологиям печати влезло больше. Я на CD-ке первый раз увидел, что... Да. Здесь на три песни больше. В общем, это хорошо. Фотографии меня удивили. Я сторонник как-то более понятных фотографий для тупых. А фотография здесь не с японских концертов, а чуть ли не с лондонского какого-то концерта здесь фотография. Такие, да. Это не из Японии. Вот это уже другое формирование. Эх! Молодость. Здесь что? Здесь что? Здесь еще такого? Что-то было такое? А! Вот эта штука мне нравится больше. Я начал говорить... Она как-то... Несмотря на то, что такие импровизационные штуки длинные здесь 32 минуты, она как-то поплотнее сыграна и как-то поаккуратнее все. Как-то все так. При этом все живо. Живо-живо-живо. Но как-то так покомпактнее и как-то интереснее даже звучит, может быть. Ну, они тоже не хотели это альбом выпускать. Потом он уже появился. В независимости. Понеслось. Хочешь, не хочешь. По концертам понеслось. Ну... Так. Этот мы потом... Я покажу. До файбл. Мы добрались до файбл. Да. Ин рок. В нашем детстве он назывался файбл. Файбл. Теперь он называется файербол. Файербол. Пожалуйста. Файербол так файербол. Очень хороший альбом. Как... Что ты про него думаешь? Я про него думаю, что на самом деле это очень хорошая пластинка. Но это для меня... Я его расцениваю как вторая часть двойника. Ин рок и файбл. Мне кажется, он абсолютно похож на ин рок. Он очень... Это не значит, что он плохой. Ну... Я бы так сказал. Звук другой. А тогда... Звук другой. Нет. По настрой, по фактуре песен он, в общем, похож. Другое дело, что он поразнообразней здесь. И вот эта... Развеселая такая... Отличная. Штука, да. То есть, разнообразие, конечно, есть. Но воспринимается... Вот... Мною лично воспринимается как вторая часть ин рок. Из той же оперы. Из хорошей, мощной, грозной хард-рок оперы. Такой. Он прекрасен. Сама песня Fireball. Отвал башки. В моем детстве это была лучшая роковая песня для меня. Я любил, когда в школе учился. Такие запилы. Strange Kind of Woman. У меня был Demon's Eye. Это, видимо, американская. То есть, в Америке был... У меня есть так же, как на первом Black Sabbath. Там тоже песни разные. No, no, no. Великолепно. Эниванс Доттер... Эниванс Доттер вообще любимая моя. Она настолько выбивается отсюда. Парни молодцы. Могут в итоге. Вот про Мула. Вот про Мула мне всегда было непонятно. Ну, там стучат со страшной силой. Про Мула у меня ощущение такое, что это какое-то преддверие Гранжа, который случился двадцатью годами позже. Ну, и... Парни сыграли то, что потом стали играть Pearl Jam. Впоследствии. Ну, и мощнейшие. Fools. Вообще. Вообще. Последняя не заходит. No One Came. Какая-то никакая. Но в целом... Вообще. Мы в детстве считали, что если на диске есть четыре хороших песни, то это очень хорошие диски. Ну, да. Этот великолепно. Здесь все хорошие. Да. Блин. В детстве дико любил. Потом как-то... Как-то я стал спокойнее к нему относиться. Потому, что... Потому, что... Как-то... Песенки есть. Тянется «Ин-рок» дальше. Вот «Ин-рок» один шедевр прекрасный. А это какой-то «Ин-рок» номер два такой пошел. В отличие от следующего альбома, который громыхнул на весь мир и грохочет до сих пор. Да. Да. Любимая пластинка Юрия Каспаряна, на самом деле. По-нашему называется машин хет. На самом деле машин хет. Машин. К моему удивлению оказалось, что это вот эта штука... Да. Ну, это может по-разному. Я все время думал, что это какая-нибудь головка блока цилиндров. Можно интерфлексировать по-разному. В том числе и так. Да. А Георгий Каспарян, наш любимый из группы кино, если кто не знает, гитарист. Мы с ним играли несколько концертов совместных. И Георгий Каспарян играет на гитаре песню под названием «Highway Star» очень хорошо. И очень правильно. Неожиданно. То есть Юра выходил, включал свою белую гитару и зарубал «Highway Star» просто всем на удивление. Мощнейшая вещь. Все так смотрели. Ничего себе. Вот это что? Это парень из группы кино? Да. Можем и так. Из группы кино. И он всем просто в паре у всех замучил. Группе Deep Up очень... Я не знаю, как сейчас, но раньше очень любил Deep Up. Ну, по кем-то временам вообще. Я обожаю «Pictures of Home» здесь песню. На самом деле. Какое. Проигрыш Баританина. Гловера на басухе. Да. Ну, и конечно Lazy. Вот тут Never Before. Вот здесь выбивается этот Never Before. А считается какая-то мега песня. Я ее не очень, честно тебе скажу. Я тоже ее не очень. Я очень Lazy. Я очень «Pictures of Home». И Lazy это просто образец такого размашистого отвязанного блюза. Совершенно невероятного. То есть, и здесь она 7 минут длится на альбоме. А на концертах вообще что-то адское просто. Про «Смоком де вота» будем говорить? Конечно. А как? Говори. А как? Ну, в детстве-то это вообще супер было. То есть, это самый главный... На мой взгляд, самый известный в Советском Союзе риф. Ничего другого не было. Вот это мое почтение. Западало в башку на раз. Про что это? Никто не понимал. Да и неважно в общем-то. Ну, в общем, не про что. Что вижу, то пою. Называется. По-моему, это Гловера идея вообще была с этой песней. Если я не ошибаюсь. Не знаю. Вот. Но начинается она, конечно... Мне всегда было как-то странно, как она начинается. И как она развивается. Такое ощущение, что ее на ходу придумывают просто. Потому, что... Разнозначно. Начинается риф. Гитарист играет риф. Потом включается барабан. Потом включается бас. И все ждут. Что же дальше? Что же дальше такое будет? И потом как-то все так... Ага. Ну, вот так и играем. Нормально. Нормально. Так и пошло. Да. И Гилланд поет что-то такое. Ну, вот мы были в Монтре. Случился пожар. Ребята. Вот такая содержательная история. А поскольку возле было озеро, то дым на воде... И дым над озером так и клубился, клубился, клубился. Что же дальше-то спеть еще? Очень странного содержания. То есть, на мой взгляд, это вреднейшее дело переводить песни. Жестокое разочарование. Да. Дело в том, что тексты песен это не стихия. Это тексты песен. Их приравнивать к стихам это... Не, ну, бывают редкие случаи. Бывают. Исключения бывают. Да. Исключения бывают, конечно. Но, как сказал один хороший журналист, Василий Соловьев-Спаский, он же писатель, что в идеале самые хорошие тексты песен это плохие стихи. То есть, текст песни должен быть плохими стихами. Если стихи хорошие, они перетягивают сразу на себя внимание и музыку перестаешь слушать. Слушаешь, так сказать... Интересно. И повторяешь эти строки божественные. Интересное наблюдение. Да. Самые хорошие песни это песни с плохими стихами. Это как известная группа Steppenwolf, у которой там... Born to be wild. Я с детства, я не знаю, третиклассникам, четвероклассникам ее слушал. Потом внезапно дошли руки до текстов. Во-первых, они страшно любят, типа, куплет, припев, второй куплет, припев, первый куплет. Вот они страшно любят. Не надо новые слова сочинять. Ну, как в блюзе. Интонацию чуть-чуть поменял. Зачастую так и есть. Получается. В целом вообще не пойми что, не пойми о чем. А как орал и как орет. Обожаю. Я, кстати, недавно прикупил пару дисков этого самого Steppenwolf. Я его последний раз 40 лет назад слушал. У меня есть тоже, да. Очень грязный такой какой-то. Очень хороший. Очень мне нравится. Так, а самые классные блюзовые песни, как они же строятся? Первая строчка поется. Потом повторяется первая строчка. Потом вторая строчка идет какая-то. о чем-то постороннем. И четвертая строчка объясняет содержание первой строчки, которая два раза повторяется. Вдруг непонятно. Да. Вот и нормально, да. Я проснулся утром, мне было нехорошо. Я проснулся утром, мне было нехорошо. Ты ушла от меня, потому что утром мне было нехорошо. Гадина. Да. Вот так блюзы надо писать. Но завершая, так сказать, вообще совершенно неповторимое произведение. То есть, он резко отличался от двух предыдущих. Вот он отличался. Он как раз... Эпоха ин-рока закончилась. На пластинке файбл. Файбл они сыграли как ин-рок. А это уже совершенно другая музыка. Вообще. Звук другой. Все другое. Было как-то очевидно, что они в каком-то, я не знаю, в тесном помещении. Все это записано. Как оказалось, что это в каком-то закрытом на зиму отеле. Ну, в отеле это не очень важно, на самом деле, что это. Да, это в отеле там записано. И JetRatal тоже в отеле записывали. Это записано на той же самой передвижной студии Rolling Stones, которую они арендовали. И можно было записать где угодно. И в отеле, и в подвале, и дома, и где угодно. Потому, что мобильная студия. Расставили аппаратуру. Записали. Свели. Ну, для меня это. Я только со студиями знаком только применительно к кино. И вот когда появилась цифра, все стали записывать друг друга в шкафах. Залез в шкаф. Закрыл. Куплет спел. Вылез весь в поток. Сейчас второй буду записывать. А когда вот приезжаешь, например, на Мосфильм. Там парни с гордостью говорят. Вот смотри. У нас тут сто с чем-то метров студия. Обшитая там лиственницей. Здесь пол симфонического оркестра посадить можно. И... Ну, она действительно там... Специальные дощечки там туда-сюда. И это у меня создает впечатление, что только в таком можно звук записывать. Потому, что когда я там один сижу, кричу матом за микрофон, то у меня стол. Возле него два экрана, чтобы звук там не разлетался. И все сведущие люди говорят, что записанное в таком зале, оно дает совершенно другой эффект. Но лучше в таком. Безусловно. Поэтому коридор удивил как-то это. Возможно ли? Но получилось... Ну, получилось возможно. Да. Получилось возможно. Потому, что... Ну, студия хорошая. У Роминг Стоунс была все-таки. Записали достойно. Вот. Но лучше писать в таком, безусловно. Другое дело, что сейчас ты... Понимаешь, мне обидно очень делается, что ты пишешь в таком зале. Все это звучит. Все это поет. Дерево. Все это работает. Потом все это в МП-3. И нахрен все это надо было. Потому, что такое же дерьмо получается, как на какой-то пукалке на ноутбуке проговорил. И все то же самое. Гаражбенд. Да. Все эти грандиозные студии все псу под хвост. И только 10 сумасшедших аудиофилов потом слушают. Какой звук кайфовый. Но люди стараются и держат все-таки марку. И строят студии. Записываются в хороших студиях. Потому, что... Надо же нести культуру в умирающий мир наш. Ну, тут загадка. Если это какие-то... Говно телефон, говнонаушники. А как ты в них воспроизведешь? Никак не воспроизведешь. Никак не воспроизведешь. И вот это говнозвучание, оно, конечно, весь мир захватило. Печаль. И люди сводят, пересводят альбомы специально под айфоны. Под звучание наушников. Которые невозможно слушать потом просто на открытом воздухе. Через колонки слушаешь. Что это вообще? А это для наушников светило. А, ну, иди. Сделай погромче. Иди и слушай в наушниках. Не выноси. И умирай в них дальше. Вот. Но пошли конфликты. Да. Пошли конфликты в коллективе. А ты знаешь... Вот, кстати, у меня тут ряд умников обвиняют в том, что я новоделы таскаю. И что? Я не знаю, что. Я не знаю, что. Потому, что как бы у меня это в дублях все. И мне оригиналы таскать тоже как-то не очень охота. Вот первый пресс английский. Просто у меня нет дубля этого альбома. Я его не люблю. И не покупал себе. Наводил. Вот. Настоящий англичанин. И в детстве я безумно любил этот альбом. Безумно он мне нравился. Who do you think? Мне казалось, что это вершина вообще мастерства. И вершина музыки. И абсолютно классическое произведение. И лучшего хард-рока я никогда в жизни не слышал. А потом как-то понял, насколько эта музыка вымученная. Насколько она... Никакое. Насколько она такая умозрительная вся. Что бы еще. Вот куда эту развить историю. Вот. Написали гармонию. Да. Как надо развить ее. Как-то надо оживить. А. Ну, вот Lord сейчас сыграет здесь. Такое псевдоклассическое какое-то там соло. Фу. Оживили. Все. Записали. Хорошо. Слава Богу. Прекрасная песня была. Woman from Tokyo. Вот. Я торчал от всего этого альбома. Просто и Woman from Tokyo... Хорошая была Мэри Лонг. А остальное вообще мимо как-то. Я даже не знаю. Мэри Лонг на советском миньончике была. А Woman from Tokyo была тоже была. Или нет? Не помню. Мэри Лонг точно была. Мэри Лонг была. В Советском Союзе издали без всяких прав авторских. Без ничего просто. И в конце еще оказалась песня под названием Our Lady. Наша госпожа. Это про богоматерь, оказывается. Про богоматерь. Кто бы мог подумать. Я не знал. Что это про богоматерь. Ну, пускай будет про богоматерь. Но пластинка, конечно, такая виловатая. Какая-то странная. Хотя тот самый блестящий состав. Тот самый Блэк. Морвиг Гиллан. И все дела. Это какое-то... Who do you think you are? Что ты о себе думаешь? Ты что такое? Я всегда так называл этот альбом. Да. У меня язык не поворачивался произнести. Вот это все целиком как есть. В общем, меня он расстроил. Я тебе так скажу. Я его даже за 40 рублей покупал. Менял. Ну, меня расстроил. А в детстве меня... Я гонялся за этой пластинкой. Искал, где... Переписывал магнитофон. Слушай. Вот это самый крутой дебил был. Самый вообще. А потом... Почему это? Зачем? Печально. Печально. Ну, уже все ссорились. Уже все ссорились. И масса было проектов сольных, на самом деле. К этому времени уже все занимались. Все занимались с самого начала разными вещами. В частности, если говорить о сольниках... Я не очень люблю сольники группы Deep Purple. Но очень люблю эту пластинку Лорда 1974 года. Очень сильное произведение. Даже не слышал про это. Я рекомендую всем. Потому, что это просто блестящая музыка. Тут... Windows. Windows. Windows, да. Даже не слышал. Я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Потому, что это симфоническое произведение. Ага. И в то же время это рок. Абсолютно. То есть, это просто настоящая музыка. Большая, хорошая музыка с гитарами, с барабанами, с басом, с вокалом, с симфоническим оркестром. И гораздо круче, чем пластинка, которую я, кстати, не принес в прошлый раз. Не принес в этот раз. И никогда в жизни не принесу. Это концерт для группы с оркестром. Отвратительная. Который вышел перед н-роком. Ты помнишь? Да. Вообще невозможно. Я не могу вообще слушать. Какая-то билиберда. Согласен. А это абсолютно цельная вещь. Это прекрасная музыка. То есть, здесь и классическая европейская музыка симфоническая, и современная симфоническая музыка. Такая ближе к авангарду. Ближе к тому, что Фрэнк Заппо там играл симфонические какие-то свои вещи. Не какие-то. У него много их. Я только название помню про этот. Про... Как он там? Кузнечиковый праздник какой-то. Butterfly Ball and Grasshopper Fist. Да. Да. Но это... Тоже не слышал. Это не очень интересная классинка. Это хоть даже название. Не знаю. Ковердейл тут песни поет. Ковердейл поет песни. Тут много... Глен Хьюз тут играет и поет песни. Тут вообще все хорошо. Все дружили. Все хорошо. Все дружили, да. И, в общем, просто настоятельно всем рекомендую. И любителям Deep Purple. И не любителям Deep Purple. И любителям просто хорошей музыки. Удивительно. Даже не слышал. Повторюсь. Непрерывно раскрываешь какие-то... При этом это не... Вот это не Усю-сю. Вот такое вот. А это... Усю-сю. Там... Тут просто рвет и мечет. И Лорд... Лорд вообще замечательный, конечно, человек. Его многие... Как бы лучше сказать... Меломаны. Молодые. Юные. Называют самым быстрым клавишником в мире. Что вызывает у меня такой... Некоторый скепсис. Я бы сказал. Если побыстрее. Да. Нет. Если говорить о скорости... Во-первых, скорость это не главная вообще вещь. Если говорить чисто о скорости... То, в общем, послушайте Херби Хэнкока. Там Чика Корея. И все. Не будем дальше... Слово скорость. Там сильно быстрее. Слово скорость. Да. Не будем дальше рассмотреть. А у Лорда есть прекрасная пластинка еще. Которая не выходила на виниле. Насколько я знаю. Хучи Кучи Мэн. Что-то как-то она называется. Близко к Хучи Кучи Мэн. Где он играет блюзы с группой. Они играют... Она выходила на... Двойной компакт выходила. Вот. Поздние уже достаточно годы. Какие-то девяностые, по-моему. И там такие блюзы зарубают просто. Сумасшедшие. На Архамон Таргане. Архамон Тарган он развивал с тем же неистовством, как Джимми Смит, например. Джазовый клавишник. У которого Лорд очень много взял, кстати. Я очень люблю Джимми Смита. И рекомендую тем, кто любит Джона Лорда и Хамон Тарган. В разделе джаз покопаться где-нибудь в магазинах. Или там в интернете. И купить... Не буду говорить слово скачать. Купить несколько пластинок Джимми Смита. Это старый черный клавишник. Который привнес Хамон Тарган в мир. Кроме него много кто играл на Хамон Таргане. Но он с такой силой с Хамондом обходился. И столько пластинок. Там штук 30-40 у него альбомов с Хамондом. И там вот... А в чем суть? Крутил ручки? Как-то не так? Другие звуки? Играл хорошо. А почему именно на нем? Чем он так хорош? Так он полюбил звук. Нашел в нем такие вот бездны звука. Который Лорд у него и перенял. Правильно сделал. И благодаря этому звучанию Дипепл приобрел совершенно особенный звук. Кстати говоря, когда я ехал сюда, я понял, что групп похожих на Дипепл практически нет. Я не могу найти аналогов. Групп похожих на Назарет очень много, например. Групп похожих на Джудас Прист еще больше. Их полно просто. Лопатой черпай. А похожих на Дипепл я вообще не могу найти. Либо уходят люди в прогрессив. Совсем в такой сложный. Либо в джаз-рок куда-то валятся. Либо валятся в хови-метал уже туда в сторону Джудас Прист. А вот такого совмещения классики джаза и всего остального вообще я не могу найти аналогов. Подозреваю это от уровня исполнительского мастерства. Ну, от уровня исполнительского мастерства и от разных индивидуальностей. Потому, что каждый член группы был индивидуальностью. И от этого, собственно, и нестабильность состава. Потому, что периодически четыре альбома записали. Развалились. До свидания. Да. Потом два альбома записали. Опять смена состава. Потом один альбом записали. Опять смена состава. И так постоянно. Постоянно. Потому, что все очень сильные. Все очень сильные авторы. Помимо того, что исполнители. Очень сильные авторы. Все хотели писать свое. И из-за этого получался такой ядерный коктейль. Удивительной музыки, очень хорошей, но не выдерживали друг друга. Человеческие отношения. Невозможно рядом находиться Лорду и Блэкмору было. Собственно, что и случилось через некоторое время. До этого времени вышла пластинка Darn. Да. Которая очень любима массами. Массами. А мной не очень она любима. Это типичная пластинка, на которой есть четыре хороших песни. Да. Собственно, Darn. Сейлауэй. Непонятно, как сюда попавший. Непонятно, да. Совершенно, да. И Mistreated. На концертах интересно слушать, конечно. А в студии, на варианте, что-то я тоже... Прибывший гражданин Ковердейл, который, как я понимаю, писал... Гражданин Ковердейл... Писал стихи. Он какой-то малограмотный. У него спрощены гонна гата и съеденные окончания. Я долго не мог понять, что такое Mistreated. Получается все время обиженный. По-нашему обиженный. Чтобы не сказать опущенный. Да. Но страдал про любовь, да. Мне эта вся история напоминает приход Дио в Black Sabbath, на самом деле. То есть, была одна история настоящего откровенного рока. И пришел... Я, конечно, извиняюсь очень за выражение. Очень хороший эстрадный певец. Профессиональный. Который стал петь эстрадные полотна. Да. По фактуре похожие на тяжелый рок. Ну... Что вышло, то вышло. Что называется. Очень любят этот альбом. Заберн многое можно простить. Да. Песня отличная. Я даже купил какой-то не сильно давно. Там лет пять назад. Наверное. Сидюк. Где оно там заново сведено. Вообще. Слушай, они такие ловкие. Настолько ловко играют. Так безупречность вообще. Да. Игра великолепна. Что тут говорить. А Берн вообще, кто только не играл... У нас в любом клубе в Санкт-Петербурге... Толковые парни. Толковые парни. Да. Играют. И White Snake играли. Берн. Неведомое количество раз. Но пришел замечательный парень еще под названием Гленн Хьюз. Из группы Трапеция. Из группы Трапеция. Да. Очень хорошая, кстати, группа, но... Тоже никогда не слышал. Но очень хороший. Только первый альбом у них. Вот этот самый. Медуза. Да. Медуза. Позвольте взглянуть. Очень кайфовая. Фото абстрактная. Ну, такая картина, да. Кубическая. Собственно, красавчик. Собственно, красавчик, да. Очень хороший рифовый гитарный блюз-рок. Очень мощный, да. И группа прекрасная, на самом деле. Но перед соблазном принять участие в группе Deep Purple, конечно, Гленн Хьюз не устоял. Наверное, никто бы не устоял. Пахерил эту группу Трапеция. Даже не слышал. К сожалению, да. Не смог совмещать эту историю. Но Трапеция. Вот этот первый альбом очень я советую всем. Потому, что это кайф настоящий. Такой настоящий английский тяжеляк блюзовый с отличным вокалом. Со всеми делами. Все, что надо, все тут есть. А вот эта пластиночка мне поинтересней. Хотя состав тот же. Собственно говоря. С очень хорошим эстрадным певцом. Как тебе этот Who Do You Think VR. Вот мне в детстве вот он нравился. Нравился, да. Прямо вообще песня Hold On. Так мне было. Так тыла вообще. А самая моя любимая здесь... Это странная Love Don't Mean A Thing. Вторая песня после Штомбрингер, собственно говоря. Она абсолютно черная такая. Черный чикагский блюз-фанк. И вообще здесь есть куча песен, которые похожи больше на группу фанкоделик, чем на Deep Abel или Black Sabbath. Это Хьюз их подучил. Хьюз подучил. Да. Хьюз подучил. Причем я тут как бы почитывал всякое про Хьюз. Я люблю очень Хьюзы, на самом деле. Несколько сольников у меня есть. Я просто не притащил их, потому что... Ну, сольный Хьюз. Ну, сольный Хьюз. Вот еще один сольный Хьюз. Они в принципе похожи. У нее есть блюзовая пластинка, где только блюзы он исполняет. Но у меня ее нету. Ее трудно найти чего-то. Вот. Ну, Хьюз подучил. И здесь такой фанк просто... Фанк-блюз просто прет в каждой песне. Что удивительно. Потому, что Blackmore немножко в другую сторону все-таки имеет направленность. Но как-то так сложилось. И очень интересно все. Очень интересно. Да. Кроме песни Штамбрингер. Классическая. Классический дипепл. Непонятно, кстати, что это такое. Это он? Не он? Кто такой этот несущий бурю? Ну, это несущий... Не буревестник. Он несущий. Да. А это фотография реального торнадо какого-то в Америке. Ну, там... Регулярно бывает. Раскрашенная. Да. Отретушированная. Двойничок. Я думаю... А это к вопросу о новоделах. Это к вопросу о новоделах. Потому, что это двойничок. И на второй стороне другие версии сведения. Перемикшированные песни. Те же самые. Пара номеров, которые не входили в альбом. То есть, такие вот новоделы. Говорю, есть новоделы и новоделы. Есть новоделы, которые поинтереснее, чем оригиналы. Потому, что... Мы забыли сказать, что как раз в этом Machine Head там... У меня есть. То есть, один отреставрированный. А другой просто другие версии. Не знаю, как это правильно назвать. Там совсем по-другому играют. И то, и другое. Да. И то, и другое прекрасно. Очень интересно. Очень интересно. Цеппеллины вообще выходят тройниками сейчас. Там первое... Да. Первое, второе, третье, четвертое. Они вообще там двойники, тройники выходят. То есть, у меня есть... Переосмыслили. Переосмыслили. А у них Гловер всем этим занят. Он у них самый, так сказать, преданный фанат музыки. Молодцы. Я не слышал этого. Нет. Хорошая очень штука. Да. И при всей нелюбви к концертам группы Deep Purple один за другим пошли концертники. Конечно, Made in Europe. Тоже одна из любимых пластинок детства моего, наверное. Здесь даже эстрадный певец Каверде очень даже и неплох. Показал себя с хорошей стороны, да? Показал себя с хорошей стороны, да. Как-то в детстве прямо пробивала эта пластинка. Это японский диск, да. Они все вот такие штучки выделывают. Мощнейшее. Да. Мощнейшее было. Заслушано просто до дыр. У меня была репродукционная установка. То есть, там где фотоаппарат с лампой. Две лампочки с боков и фотоаппарат сверху прикручивать. Я все это старательно перефотографировал. Продавал минимум по 20 копеек. Вот эти черно-белые фотографии. Блин. Так перло это вообще. Наживался с чужого творчества. Уже в детстве. Да. Но существует еще пластинка под названием California Jam. Которая вышла довольно давно. А в 2000-х она переиздана. California Jam. Двойник. Это та же примерная история. Тот же примерный состав. Но это запись со знаменитого концерта. Который выходил на видео. Неоднократно. Это там, где Blackmore разбивает несколько гитар. Взрывает канистру с бензином. За спиной радуга. Да. За спиной радуга. Он взрывает канистру с бензином. И разбивает телевизионную камеру. Которая его снимает на крупный план. Он фигачит эту камеру. А ведь это дорого. Между прочим. Камера директурили. Недешево. Недешево. Взорвать на сцене с бензином тоже последствия имелись. Вышел California Jam. Он сейчас продается. Есть в продаже. Стоит дорого. Почему-то. По непонятным причинам. Двойник тоже. Как бы продолжение Made in Europe. Будем считать. Та же история. Но он не очень хорошо записан. Я его даже не стал покупать себе. Его лучше на видео смотреть. С таким тупым звуком. Это было первое, что я увидел. Да. Вот. Он есть на пластинке. Такой белый клеш. Такие платформы. Мама дорогая. Да. Он есть на пластинке. Можно его в принципе достать. Но хорошего понемножку. Да. И Блэкмор все-таки уже в период записи Штомбрингер... Блэкмор уже практически ушел, можно сказать, из группы. Потому, что в Штомбрингере он болтался в основном с Дио. И со своими друзьями. Ему было интереснее с Дио там общаться и что-то репетировать. Что-то там. Видимо, какие-то коммерческие обязательства заставляли. Ну, обязательства. Да. Ну, как деньги? А как? Куда? Куда деваться? Потом и туры запланированные. И прочее. И прочее. Надо все это реализовывать. Вот. А он уже практически был... Стоял уже в дверях. И дверь эту захлопнул довольно быстро. Печально было. Да. Порекомендовав замену... Себе. Себе. В виде вот этого парня замечательного. Это же Томми Болин. Томми Болин, да. Красавчик. В виде замечательного парня. Американец он, да? Он американец. Он крутейший человек. Он невероятно крутой гитарист. Если говорить о скорости, кстати говоря. Игры на инструментах. На клавишах. На гитаре и прочем прочем. В 1971 году, если мне не изменяет память, вышла пластинка Беликабома под названием Спектрум. Беликабом знаешь, да? Нет. Барабанщик. Джазовый барабанщик. Черный. Не знаю. Нет. Играл в Махалишну Окестры и много где еще. У нее сольных пластинок куча. У него Беликабом такой вот мега-музыкант. Барабанщик. Он выпустил альбом под названием Спектрум, где Томми Болин играл соло на тот момент времени, наверное, самое быстрое в мире. Вот реально. Реально. Быстрее просто не играл никто. Фантастическая совершенно вещь в произведении под названием Квадрант Фо. Это первая вещь на Спектруме. Он играет там с Яном Хаммером с клавишником. Сначала играет Болин, потом перехватывает хаммер на клавишах. И у них такой дуэт. Клавиши с гитарой. Там совершенно просто сносит голову напрочь. Ну, и кабом там барабанит с садской скорости. Это очень известная была и есть пластинка. И все ее слышали на тот момент времени. И, собственно, Блэкмур рассказал. Посмотрите-ка вот этого парня. Перспективный паренек. Перспективный паренек. Да. Он может все вообще. Он играл в нескольких группах. И до Кабома, и после Кабома играл в нескольких группах. И достаточно успешно. А наши парни сидели тем временем и прикидывали, кто у них будет гитаристом. Думали они про роли Геллахера. Хотели его взять. Что странно. Да. Непонятно, как бы он отписался. И репетировал с ними Дэйв Клемпсон. Английский гитарист. Джаз-роковый гитарист. Крутейший. Который играл в группе Колосиум. Колосиум. И еще Бекерло, по-моему. Очень мощный гитарист. Они с ним репетировали. Играли. Но сказали что-то вроде того, что он очень крут. Но какой-то он такой без души. Как-то он формально все играл. Очень круто. Все правильно. Все круто. Быстро. Но как-то не цепляет. Не вставляет. Как-то нет. Пришел болен. Принес гитару. Принес свои пару примочек. Каких-то. Они у него тут же сломались. В момент прослушивания. Он стал ползать по полу. Включать электричество. Группа сидит и смотрит. Что за мудила. Такой. Пришел какой-то волосатый. Ну, сыграл. Да. У Каббома. Быстро вроде. Посмотрите на него. Это какой-то оборвыш американский. Не может педали нормальные принести. У него там что-то замыкает. Искры летят. Гитара не играет. Проблема. Все сидят смотрят на него. Ну, что. Ну, ладно. Позвали. Дотерпим. Потом он все включил. Стал играть. И все сказали. Все. Берем. Годишься. Берем. Нормально все. Вот это его сольная полосинка. Тизер. Наверное, самая... Ну, я не скажу, что единственная. У него три альбома сольных есть. Кроме работы в группах. Но они все такие странные. Потому, что полуконцертные. Полустудийные. Полу. Какие-то еще. Такие... Надо вот этот тизер брать. И... Составить представление можно. Составить представление можно. И тут с ним играет... Собственно говоря... Тот же самый Ян Хаммер. И Фил Коллинз тут играет. Немножечко. Дэйв Паркара. Барабанщик из группы То То. Всем известный. Очень хороший джазовый барабанщик. Это такой фьюжн. Такой фьюжн. Мощный. Гитарный. С синтезатором. С гитарой. Очень модная музыка того времени. Семьдесят четвертый год. Писал параллельно. Как раз. Одновременно. Практически. Они записывали. У меня вот эти наличие Филов Коллинзов просто потрясают. Как Тиссен Мирта. Все внутри друг друга знают. Тут поиграл. Там поиграл. Коллинз очень востребованный барабанщик был. Не просто барабанщик, а музыкант высочайшего уровня. И он вообще много где играл. Он играл даже со всякими фолк-музыкантами. И прочим. И прочим. И прочим. Тизер. Очень советую. Ну, и две пластинки, в которых играл Томми Болин. Это группа Зефир. Американская. Даже не слышал. Слушай, какой я зерый. Тихий ужас. С Томми Болиным. Да. Американская группа. Они работали в Колорадо. А именно в городе Денвере. В столице Колорадо. В столице штата Колорадо. Да. Вот. Играли тяжеленный гитарный блюз с женским вокалом. Который переплевывает Дженнис Джоплин на десять километров вперед. Видят плевки. То есть, Дженнис Джоплин... Это бренд. Это крутая певица. Да. Бренд все знают. Ах, Дженнис Джоплин. Ах, Дженнис Джоплин. Аналогично. Не люблю вообще. Даже близко. А вот эта барышня из группы Zephyr дает такого блюза. Такого крика. Такого кайфа. И болен, конечно, тут развернулся вовсю. Вот это первый альбом Zephyr. Тоже очень советую всем. Настоящий гитарный, адский, американский, тяжеленный блюз. Но если ты был в Колорадо... Не был. Не был в Колорадо. Это, собственно говоря, центр Соединенных Штатов. Если смотреть на карте. Рокки Маунтейн. Эти скалистые горы. Которые делят ровно пополам. Сверху вниз Соединенные Штаты. И там весьма специфические люди живут. В городе Денвери. Там Радео проходит. Там настоящие такие... То, что называется... Реднеки. Красношеи парни. Хиллбилли какие. Хиллбилли, да. В Стетсонах ходят. И волосатым парням с гитарами. Там не очень-то. То есть, ты чего? То ли парень, то ли девка. Идешь. Ну-ка, иди сюда. Мы тебя сейчас... Немедленно вспоминается художественный фильм. Как он? Изи райдер. Что-то ты как-то не так пострижен. Что-то да. И вот... В Колорадо... Это тебе не фильм с тиляги, где штаны порезали. Да-да-да. Нет. В Колорадо там жесткие люди. Достаточно. Там все при оружии. Даже сейчас. То есть, там... Не забалуешь. Не забалуешь. Да. Я там два раза был. Собственно говоря. Неподалеку от Денвера. И в Денвер заезжал. Там очень красиво. Горы. Озера. Все. Ну, люди такие конкретные. И вдруг такое. То есть, я скажу крамольную вещь. Они там все за Трампа. Там такие парни... Трамписты. Там с толерантностью не побалуешь. Там все строго. Все. Семейные ценности блюдутся. И с волосатыми парнями с гитарами. Там тоже не очень хорошо все. Я подозреваю, что именно давление на волосатых парней с гитарами позволяет под прессом обстоятельствами сочинять... Да. Они сделали прекрасный этот альбом. А потом свалили все-таки в Калифорнию и записали второй альбом. Который уже полегче. Уже повеселее. Без гнета. Уже без гнета. Да. Вот гнет ушел. Под гнетом вот эта штука родилась. Да. Прекрасная. Тяжелая. Адская. С криком. С гитарными соло. А без гнета. Там раз уже. Тра-ля. Тра-ля. Бэк ту Колорадо. Уже и в Колорадо они вернулись такими. Ля-ля-ля. И на скольных вечеринках можно играть. Да. И на свадьбах сыграем. И где еще там. И тоже сыграем. Вот. Но Болин оттуда отвалил довольно быстро. Уже после вот этого вот Бэк ту Колорадо. Уже нафиг уже эта Колорадо. И стал заниматься джазовыми проектами своими. Стал заниматься джазовыми проектами. Которые денег не приносят вообще. И сейчас не приносят никому. И тогда не приносили никому. Это только большие артисты влюбленные в джаз. В настоящую музыку. Которые бросают свою жизнь. Занимаются только этим. И от этого прутся. И занимают друг у друга 50 долларов. Чтобы поесть. Вот. Но. Счастливая звезда. Так сказать. Упала в карман Болину. Ага. И что? Ага. И получился прекрасный альбом. Комтест Де Бенд. Как ты к нему относишься? Тоже, кстати говоря. Положительно. Тоже у меня он с... С добавками. С бонусами. Шикарнейшая конечно пластинка. Чистая. Кристальная. По записи. Просто по аранжировкам. Цена невероятная. Ну и... Ну и... Как и все уже в этот период. Уже фанковая... Я мечтал про такую дубленку. И такие очки. Эти фотки я тоже все продавал. Очень хорошие. Это один из любимых моих альбомов. Конечно. Это уже такой фанк. Тяжелый. И соул. И все тут. Тут типа попробуй, так сказать, на вкус. Вот мы тут как вино. А здесь соответственно уже след от помады. Попробуй. Очень красивая. Очень красивая музыка. Тоже. Совершенно ведь не похожая. Слушай, вообще не похожая. Вообще не похожа на Deep Purple. Вообще другая история совершенно. Lady Luck. Отвал башки. I need love. Ооо. Ну и мне больше всего нравится вторая сторона. Drifter. Love Child. This time around you keep on moving. Это вообще... Это вообще настолько прекрасно. Здесь джазовая школа Буллина удала себя знать. Потому, что джаз это же... Несмотря на то, что это импровизация и полная свобода. И гуляние по нотам там куда хочешь. Казалось бы. Но это четкая выверенность. Четкое звукоизвлечение. Чистота во всем абсолютная. И очень хорошая школа. И слух великолепный. То есть, и так все здесь. Ну, и он совпал с остальными музыкантами. Которые тоже не дураки. И поэтому... Просто такая получилась красивая картинка. Несмотря на сложности, которые были при записи. Они писали этот альбом в студии, которая что-то... Pirate Studio, что ли она называлась. Пиратская студия. Как-то. Это был голливудский павильон. Заброшенный. Где была построена студия звукозаписи. И там работало много кто. Там у Фрэнк Заппа записывал что-то. И кто-то еще. И там было несколько помещений для разных групп. И в одном помещении работали люди пеплы. А в другом помещении... Отгадайте, кто? Группа Рейнбол. И... Интересно. Группа Рейнбол. Интересно. За стенкой работала. И как это вообще? И это было очень просто. Потому, что в какой-то момент Blackmore пришел к хозяину студии и сказал, слушай, а сколько стоит целиком весь павильон? Гони их отсюда. Ну, типа, он не сказал так. Он сказал, а сколько стоит весь павильон целиком? Ну, ему была названа сумма довольно большая. Потому, что хозяин уважал очень группу Дипепл. Это очень дорого, Ричи. Не надо заморачиваться. Работайте спокойно. Blackmore говорит, ну, а все-таки. Говорит, ну, вот столько. Ну, я заплачу. И группа Дипепл пришла к этим утрам в студию. А там все занято. Там уплочено. Какой у него мерзкий характер все-таки. Ну, вот так. Он не сказал никому в лицо, что, ребята, вы мне мешаете. Давайте мы договоримся. Я буду по субботам, а вы по воскресеньям. А просто сколько это стоит? Я заплачу. Я все снимаю. Обидно. Обидно. Не по-пацански. Не по-пацански, да. Ну, такой гаденыш. Музыкант. Слушай, а вот рассказы про то, что этот самый болен. Он был героиновый наркоман. И тут ничего играть не мог вообще. Нет. Тут он играл прекрасно. Все. Он играл прекрасно. И они поехали в тур после записи альбома. Но он был героиновый наркоман, да. И к вопросу о наших предыдущих беседах. Что музыкант, страдающий зависимостью, долго не протянет. Вот я читал там комментарии. Ой, да пьяные они пили. Там ля-ля-ля. Я сам пил много. И я знаю очень много пьющих музыкантов. И это огромная проблема. Потому, что кем бы ты ни был, каким бы ты ни был гениальным. Тремор ты никуда не денешь. Все равно. Пей на здоровье долго не протянет. Пей на здоровье долго не протянет. Это разное. Да. Все равно ты выйдешь на сцену. И все равно руки у тебя будут дрожать. И все равно ты не сыграешь то, что надо. Кем бы ты ни был. Каким бы ты крутым себя не считал. И зрители тоже как бы тебя не считали. То же самое и с наркотиками. Потому, что да, пару лет ты сможешь протянуть там. Пока молодой. Пока молодой. Но потом ты... Паук. Уже все. Альбом был записан. И тизер был записан. Вот эта пластинка булиная. И Come Taste the Band был записан. И потом поехали на гастроли. Поехали в Америку. Поехали в Индонезию. Поехали в Англию. Поехали в Англию. У Болину надо понимать. И в Америке у Болина уже началось. Уже, так сказать, пошли проблемы с дилерами. Пошли проблемы с полицией. Джон Лорд был арестован. Потому, что внешне был похож на дилера, который таскал героин. У Болину такой же с усами волосатый. Потом его отпустили. С большим трудом они играли концерты. Потом поехали в Японию. Где у Болина отнялась левая рука. Ого. Левая рука. То есть, это вот где пальцы. Не где медиатор, а где пальцы. И вот этот концерт. Last concert in Japan. Он как раз записан в момент отнимания руки у Болина. То есть, он играет еле-еле. Все партии основные играет Лорд. На клавишах. Берн в том числе. И там пи-пи-пи. Где-то жалко звучит Болин. Такая печальная история. Но эту волосатинку они выпустили уже потом. И выпустили ее в память Болин. Когда Болин умер уже. А после этого тура Болин был уволен. Собственно говоря. Он не умер прямо в Дипепову. Он был уволен, но уволен был... С отрицательной характеристикой. Он был уволен как-то так по-дружески. Как бы и не уволен. Просто музыканты перестали подходить к телефону. Когда он звонил. Он такая... Как это называется? Бойкот, не бойкот. Ну, как-то так просто между собой поговорили и решили, что нет. По-английски. Да. Извините. Да. Уже... Ну, в целом можно понять. Это коммерческое предприятие. Все друг от друга зависят. Это работа. Да. Несмотря на то, что это искусство. С одной стороны. Это кайф. Это все. Это драйв. Это энергия. Это адреналин. Это удовольствие. Это вся жизнь. Но это работа. Это обязательства. И ответственность. И перед зрителями. Перед группой. И, в общем, перестали с ним выходить на контакт. После чего он поиграл еще. Он поиграл джазовые свои проекты какие-то. Но в том же самом 75-м году и умер. От передоза? От передоза. Да. Поэтому, ребята, алкоголь, наркотики. Это все... Это все в книжках. Интересно про это читать. Путь известно куда. Добром не заканчивается. Мало кто из музыкантов. Да. Практически никто. В общем. И не рассказывайте мне сказки про Кита Ричардса только. Не надо. Не надо. Я помню в древнем плейбое читал про... Там какая-то заметка была. Про музыкантиков. В целом. И там про Rolling Stones. Короче. И про то, что они первые придумали после героина падать куда-то в гемодиализ. В дорогие клиники. Где там всю кровь из них через спецаппараты пропускают. И он оттуда выпрыгивал. Это к вопросу о том, что Кит Ричардс много лет сидел на героине. Может и сидел. Имея такие деньги. Да. Это ключевое. Если каждый год ложиться в клинику. Нужна ли вам такая жизнь? И тебя там приводят в относительный порядок. Ну, и опять-таки мне кажется, что это какие-то крайне индивидуальные особенности организма. Ну, это называется тем самым страшным словом толерантность. Если у человека высокая... В медицинском смысле высокая толерантность. Да. Он может протянуть какое-то время достаточно долго. У меня есть несколько сильно пьющих людей, знакомых, которые обладают высокой толерантностью. И вот с ними... Ну, они не музыканты. Да. Не сложилось. Не сложилось. Ну, ровно такая же фигня. То есть, есть друганы, которые уже всем по 60 за 60. А они отчаянно бухают. Но как-то основная масса не дожила до 40. Ну... Именно не дожила. Хотя это всего лишь водка, а не серьезные вещества. Так. Ну, собственно, вот еще одна пластиночка Life in London с тем же составом, еще с Blackomber. Тоже достаточно интересная. И, собственно говоря, она продолжает Made in Europe. Так. РД мастер работы с микрофоном. Ну, да. И лучшие клеша... Да-да-да. Клеш... Лучшие клеша в истории. Платформы застрелиться. Да. Круто было. Что за песни? Все тоже. Песен-то немного. С двух альбомов. Да. Песен-то не очень много. Тоже, кстати, интересно. А как у них там авторские права делятся? Может ли он спеть какой-нибудь там Child in Time или это запрещено? Это в каждом случае индивидуально. Как договор подписан? С кем подписан? На что подписан? Все строчки, так сказать, надо смотреть. Ох, непросто. Да. Где-то можно, где-то нет. Что касается России, я могу сказать, что любой человек может петь любую песню на концерте. Кого угодно. Да? Только отчисляй. Только организаторы концерта враво. Отчисляют деньги. Выпускать на носителе чужую песню, это надо уже покупать лицензию. Покупаешь лицензию у правообладателя. Правообладатель, как правило, это компания, которая защищает права музыкантов. Это либо первое музыкальное издательство, либо национальное издательство, либо Союз. Их несколько. Вот. Поэтому не выходят всякие новогодние передачи. Пей, что попало. То есть, пой, что попало, а вот на носителях ничего нет. На носителях, да. Пей, пой, пожалуйста. Просто отчисляй. И все. И все. И пей, что хочешь. Вот. Ну, а про сольные... Такая была. Уже, наверное, мы в следующий раз поговорим, я думаю. Да. Чтобы не мучить слушателей, истекающих слюной от... Мы продолжим, когда они снова собрались. Да. А как еще? История Дипепова, она такая. Да. Ого-го. У меня было несколько периодов в моей жизни отношения к этой музыке. Сначала подростковой. Когда вообще ничего не понимаешь, а просто все нравится. Потому, что кричат, ревут и быстро играют на гитарах. Как и у большинства слушателей. Потом был уход от этой музыки вообще. И приход к джаз-року, к прогрессиву, к каким-то серьезным вещам. Вот сейчас я уже начал слушать то, что они играют внутри на самом деле. Как там много музыки. Как там все красиво. Как там точно. Как там интересно. Какие там есть находки музыкальные. Какие там есть неожиданности в музыке. Вот. То есть, это конечно не просто так все. Это не просто хардборковая группа. Это очень сильно. О чем говорят сольные пластинки Лорда, например? Там столько всего. Слушателю тоже надо себя учить. Да. Начиная от того, что просто нравится, надо занырнуть поглубже. Когда поглубже, становится гораздо больше понятно. Интересней. Да. Пожалуй. По началу сам факт имеет значение. А дальше уже давайте-ка разберемся. Давайте-ка. Да. Надо осмыслить. Ну, с другой стороны, есть такая поговорка, что даже самый плохой секс, это все равно очень хороший секс. Даже самый слабый альбом Deep Purple все равно очень хороший альбом Deep Purple. Да. Все как бальзам на сердце. Кроме этого... Худу. Худу. Да. Худу какой-то. Ну, они уже совсем ругались. И друг друга не любили. И с трудом выносили. Это слышно. Да. Ну, к сожалению, слышно. Ой, бальзам на сердце. Бальзам. В руках подержать вообще. Красота. Красота. С нетерпением ждем продолжения. Мерси. Спасибо. Спасибо. Приходите еще. На сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok